Когда развивает и строит город-курорт, рады все. А когда в густонаселенной районе начинают возводить очередную многоэтажку, радуют ему только потенциальные новоселы. Но никак не жители близлежащих домов, вплотную к которым и строят новую многоэтажку. Ситуация с точной застройкой возникла в Оренбурге не вчера. На протяжении ряда последних лет в наших выпусках регулярно появлялись сюжеты о митингах, на которые выходили люди, протестуя против строительства очередной высотки. По сути, в их дворе. До поры до времени все эти дрязги город старался решать сам. Но в последнее время ситуация, похоже, стала выходить из-под контроля. Поскольку проблемой точечной застройки в Оренбурге озаботилось правительство области и лично губернатор. Во всем этом решили разобраться Ольга и Дмитрий Григорьевы. Что не стройка, то скандал. Оренбуржцы регулярно высказывают недовольство от растущих, как грибы, многоэтажек в городе. Можно вспомнить нашумевшую историю со строительством дома на Салмышской. Был это не так давно. В 2016 году против новостройки выступали жители соседних домов, которые рассчитывали на парк или спорткомплекс. Но не на очередную высотку и в без того густых каменных джунглях. В общем, претензий у людей было много. У нас теневая страна, у нас только восход солнца. Где-то летом это до 12. Соответственно, после обеда у нас здесь уже темно. И если будет дом, соответственно, мы будем жить в темноте. В конфликте разбирались и депутаты, и прокуратура. Все в итоге встретились в суде. Еще одна резонансная стройка у Женачкалова. Адрес новые претензии те же. Куда еще один дом? Места в районе и так мало. Бились, ругались. Строительство то запрещали, то разрешали. В итоге и в первом, и во втором случае потеснились, уплотнились. И теперь здесь красуются уже заселенные новостройки. Подобная точечная застройка в городе продолжается. С одной стороны плюс, появляются новые квартиры. С другой большой минус. Уровень благоустройства при домовых территории никакой. Сокращаются зеленые насаждения, парковочных мест вообще не хватает. И естественно, постоянные жалобы людей на все это. Не скажем, насколько эта ситуация устраивала город, но область перестала. Губернатор лично провел несколько совещаний, посвященных этой проблеме, и поручил Минстрою взять ситуацию на контроль. Министерством предложена новая форма взаимодействия с муниципальными образованиями в создании или возобновлении практики проведения городостроительных советов. Городостроительный совет – это коллегиально совещательный орган, который может состоять из экспертов в сфере архитектуры и городостроительства, а также специалистов бедноственных учреждений и надзорных органов. Это гостроинадзор, ГОЧС, также может сюда привлекать органы Росреестра в целях заблаговременного рассмотрения предлагаемых проектов застройки в жилищном строительстве. Подобные градостроительные советы существуют во многих регионах России. Практика показала, что их работа полезна. Правда, все решения носят только рекомендательный характер. В случае выявления нарушений мы направляем предписания в органы местного управления для устранения. В случае невыполнения установленной сроки этих предписаний мы сообщаем в прокуратуру. Впрочем, прокуратура Оренбурга, не дожидаясь рекомендаций от градостроительного совета, подключилась к решению проблемы и провела совещание с застройщиками. Его итог – ужесточение требований, необходимых для получения разрешения на строительство. Теперь в документах должны быть дополнительные пункты. Точное число квартир, площадь здания и требуемое количество парковочных мест. И, естественно, застройщикам рекомендовали сообщать местным жителям о своих планах по возведению объекта. Та же точка зрения и у Минстроя области. Муниципалитетам рекомендовано освещать и информировать граждан в целях привлечения населения к этим обсуждениям, чтобы они высказали свое мнение, свои за и против и вносили свои предложения по предлагаемым проектам застройки. В настоящее время в городе планов по застройке хватает, в том числе точечный. Девять из них, по словам начальника департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергея Брюнева, действительно проблемные. Из каждой из них надо разбираться индивидуально. Перечисленные проблемные участки разноплановые. Часть из них – это территории, которые освобождаются после сноса ветхого жилья. Там планируют строить новое жилье. Часть – предложение собственников данных участков. По некоторым из них уже отказано в разрешении на строительство. Часть – регенерация производственных зон. Сейчас в Оренбурге в основном застраивается северо-восток города. Тем не менее, будут развиваться и остальные районы. В планах развития города до 2024 года прямо указано увеличить темпы ввода жилья в полтора раза. Вот к этим темпам до территории побольше. А с этим у города похожая беда.